Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, сегодня я опять отвечаю на ваши вопросы. И первый вопрос мне задала Лерочка. Она соблюдает интервального голодания, но не соблюдает КВЖО. И вес стоит. Леночка, Лерочка вернее. Ну, что ж тут тогда выяснять? Понятная во всем причина. Если вы знаете свой КВЖО, он у вас 1300, но вы его не соблюдаете, не считаете. Понятно, что вы где-то перебираете белка в жирах или в углеводах. Вот поэтому вес и стоит. Вряд ли будут какие-то изменения, если вы не будете считать свое КВЖО. Считать его легко и просто. Если вы, вот как пишете, не можете понять в приложении, в калькулятор счетчика калорий, я всегда вам говорю, мои хорошие, вот я начинала с такой тетрадки, с обычной, 2 или 3 копейки она стоит. И все вручную, все вручную, мои дорогие, записывала. Зато через 2 недели я вслепую, я сейчас вслепую считаю, на раз-два. Я говорю, мои хорошие, Лерочка, заведите обычную тетрадку. Скушали вы там в первый прием, что? И все запишется в эти. И вы знаете, я говорю, у меня вот телефон был старый, не поддерживал приложение никакое. Я заходила, я каждый продукт заносила в поисковик, каждый записывала. Это 2 недели. Сначала это как-то меня напрягало. Но зато я сейчас говорю спасибо, потому что я сейчас считаю, не глядя, и не делаю ни одной ошибки. И, пожалуйста, Лера, вы понимаете, вы себе такую пользу принесете. Во-первых, вы быстро научитесь, и вам будет потом легко и просто. И вам калькулятор вообще не... Вы потом интуитивно будете считать на раз-два. Пожалуйста, это облегчит, это нужно вам. Вы желаете похудеть, быть стройной, красивой, потрудитесь маленько. Я уже через неделю, я просто округляю 2 недели. Девчонки, которые обращались и которые перешли, вот считали, так же, как я, вручную, не пользуюсь. У многих не позволяют эти телефоны старого типа, не придерживаются, не поддерживают калькулятор калорий, как вот Федсекрет, допустим. И все считали, и все сейчас говорят, Лена, спасибо, мы сейчас считаем, правда, на раз-два. Поэтому, Лерочка, мне к вам вот такое предложение. Пожалуйста, каждый продукт, который вы кушаете в течение дня, рассчитывайте вручную хотя бы 2 недели. Я вас уверяю, возможно, вы научитесь раньше, вам потом это не надо будет. Вы интуитивно будете считать без одной ошибки. Вы спросили по поводу 1300 килокалорий примерно, да? Я вам отправила примерно меню, вот посчитала вам, взяла, посчитала, хотя я против всяких там составлений меню. Я много раз говорю, что я никогда не составляю меню, но для вас вот я примерно показала, какой день может и что входит в эти 1300 калорий. Пожалуйста, посмотрите, там ничего сложного нет. Можно что-то заменять, подбирать. Вы потом поймете, и говорю, это для вас будет не проблема. Лерочка, посмотрите, пожалуйста, мой ответ с дневным колоражом на 1300 килокалорий. Будут вопросы, пишите. Знаете, что я отвечаю всем и всегда. Второй вопрос мне задала Леночка. Ну, Леночка моя дорогая, ну, тоже тут понятно, что вы нарушаете и нарушаете. Во-первых, меня сегодня убили клубникой. Клубника у вас удалась, да? Огромная такая. Леночка, начнем с того, что я бы хотела узнать, что у вас с винегретом. Если вы на кето-питании, да, придерживаетесь кето-питания, у вас в винегрете свекла. При кето-питании свекла ни в коем случае. Вы перебираете в углеводов. Это тут ясно и понятно. Нам нельзя морковь, нам нельзя свеклу. Я не знаю, как у вас там соленые огурчики. Может, в составе, в солении есть сахар. Вот, пожалуйста, у вас очень винегрет получается калорийный. Не то, что калорийный, а углеводистый. Очень много углеводов. Вот, и все понятно. Нам нельзя свеклу, нам нельзя морковь. Вы хотите бульончик сварить с курочки, добавить маленько морковочки. Добавьте помидорку, сельдерей, шпинат, цветную капусту. Ну, много овощей, которые нам можно. Но исключите, пожалуйста, свеклу и морковь. Нам это, при кето, нельзя. Пожалуйста, учтите. Я очень много раз говорила, что овощи, которые растут в землю, нам их нельзя. Это свекла, морковь и картофель. Исключение только редис. Потому что в редисе очень много клетчатки и мало сахаров. Вот, редис нам можно. Я очень люблю редис, нам ее нельзя. Так что, Леночка, надеюсь, вы поняли свою ошибку. Я уже вам под видео написала, что вот ошибочка свекла у вас в составе. Тем более, посмотрите, что если свои огурчики подсолены, нет в составе сахара, очень даже может. Бывает, соленые огурчики продают, тоже нет в составе сахара. Конечно, можно. Но если магазинные у вас огурчики, обязательно смотрите состав. Там часто в составе я как-то пыталась найти огурцы в магазине, не нашла. Потому что везде в составе есть сахар и морковочка. Поняли, да, моя хорошая? И вы задали вопрос, который задают мне очень часто. Старожилы, мои подписчики знают мое отношение к витаминам и БАДам. Моя дорогая, мы питаемся очень сбалансированно. В нашем питании есть все витамины и минералы. Я всегда задаю вопрос, зачем при сбалансированном питании, когда у вас все присутствует, у нас группа В, там и мясо, и рыба, и яйца, витамины группы В есть везде. Калий, магний, кальций. Перечислять эти все продукты, они у нас участвуют в нашем питании. Зачем? Я категорически против приема витаминов и БАДов. Я говорю свое мнение. Вы вправе поступать так, как считаете нужным. Но я работала, я видела. Когда привозили, помните, я вам рассказывала случай, когда привезли женщину, еле ее откачали в перебор. Потому что я всегда вам говорю, переизбыток витаминов, это гораздо опаснее, чем их нехватка. Ее только откачали, ее выписывают домой. Она спрашивает, ну что теперь мне после этого лечения, какие витамины принимать? Там все врачи упали. Говорит, дама, мы вас только откачали, вы опять про витамины. Поэтому мне вопрос этот удивляет, когда мы кушаем. У нас все присутствует на кетопитании. Зачем искусственно забивать свой организм химией? Зачем? Это мартикинг и выход. Нам прям эти витамины весна, осень обязательно. Ну, ну чего вы взяли, что у вас нехватка? У вас, мы все пополнить. Надо пополнять естественным путем, мои дорогие. Естественным. Все, что нам нужно, есть продуктов питания, морепродуктов и мясе, и в рыбе, и авокадо, и в орешках. И рассказывать про каждый витамин в отдельности могу. Я вам писала по видео заметки и про витамины В, в каких продуктах, и про витамин Д в каких, и где калий, где магний. У нас все есть в питании. Для чего забивать себе организм? Я говорю, я работала, я видела, когда привозили, настолько забиты витаминами, что самое легкое, что может быть, это лекарственный гепатит. Зачем это делать, если вы все кушаете правильно и сбалансированно? У вас же нет воды и хлеба одной, что вот, да, нет витаминов. Я второй год. Ну, я и раньше не пила ни витамины, ни воды. Я противница однозначно. Не продаю, не рекламирую и никому это не предлагаю. Я считаю, это деньги на ветер, а главное, это ущерб вашему здоровью. Мои дорогие, вы можете не соглашаться. Бывает, что мне пишут Лена, там не все БАДы, там химия, не все это. Ради Бога. Ради Бога. Это ваше решение, это ваше здоровье. Я говорю свое нет категорически. А вам уже решать, потому что это ваш организм, ваше здоровье, это ваше право. Но мое вот категорическое нет. Когда, вот я говорю, я проверяла себя на разные там анализы, не говоря, что это на кетопитание, что было до того и что сейчас. Все прекрасно. И зачем, говорю, забивать себя ненужными витаминами и БАДами. Пожалуйста, это я бы сказала свое мнение. Оно может кардинально отличаться от вашего. Поэтому решение, конечно, за вами. Я ответила на ваш вопрос. Дорогие мои подписчики и гости моего канала. Пишите, мои дорогие. Задавайте вопросы. Спрашивайте, отвечаю всем и всегда. Дорогие гости моего канала. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. И все мои дорогие. Не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok